Уже почти два месяца прошло, как нет известного бетломана Коли Васина. И шаг этот необычный, его комментируют очень много и на телевидении, и в сетях, и в интернете. Вот как твое мнение о том, что же случилось с известным бетломаном Колей Васином? Постольку-постольку битл для него были святыни, а для меня, ну, не очень. Я не относилась к рекурситетам, поэтому у нас были разогласия по некоторым вопросам, и общение было достаточно тяжелым. Но после его вот такого вот шага, после его вот этой подсмертной записки, в которой он писал, что он получил, нынешнее время не располагает, скажем так, его дальнейшей жизни имени. А вот 29 августа 1966 года был последний концерт. Битлз в Сан-Франциско. Это в энциклопедии Битлз написано. И, видимо, этот день не случайный. Я не могу, не могу, как бы, говорить, что-то определенное по этому поводу, поскольку в Колину было очень сложно, практически невозможно. Может быть, это совпало, может быть, действительно он выбрал именно этот день за ухода. По этим причинам. Но теперь только Бог об этом знает. И я очень рада, что Коля отзывали. Очень рада, потому что это человек, отдавший жизнь в виде любви. Да, я понимаю. В виде любви, да, потому что он всегда говорил, что все, что у нас есть, это любви. Это в общем-то очень близко. Но 19 сентября, когда его хранили в крематорию, почти около 300 человек собралось. То есть довольно большое количество, несмотря на будний день. Ну, легендарная личность, конечно, мне очень многие хотели проститься с ним, с ним заниматься. И, в общем, я молюзиню. Я молюзиню, я сразу сердцем вечера запамятил души, каждую кладбиточку. Молюзиню, я дома еду. Спасибо.